Добрый день дорогие друзья! Мы сегодня проводим второй вебинар в нашей теплой компании вместе с компанией Директ Медиа и у нас в гостях снова Татьяна Викторовна Телегина и ваш покорный слуга Юрий Николаевич Белоножки. Мы сегодня проводили еще один вебинар, начинался он в 11 часов, некоторые коллеги там, я вижу, знакомые у фамилии уже присутствовали и он был посвящен рискам в онлайн обучении. Я отметил в конце, что мы с Татьяной Викторовной отрабатываем, да, по-моему зашкаливает мой микрофон, мы отметили, что для преподавателя, для учителя очень важно правильно рассчитать свои силы. Если он их не рассчитает, то он обязательно что-то не выполнит. Это я говорю пока такой упрощенный тезис и сегодня мне понравилось высказывание, точнее несогласие моего френда из Екатеринбурга Сергея Александровича Чемизова, который не согласился с высказыванием Адама Свита, что риски и успешность не имеют между собой ничего общего. А он говорил такой-такой тезис, что кто рискует, тот и больше выигрывает, больше зарабатывает, больше получает успешности. Здравствуйте. Конечно, записи будут у всех, уважаемые коллеги, безусловно, даже если вы не смогли прийти, вы записи тут получите. И вот чтобы снять эти риски, мы с Татьяной Викторовной как раз и ищем вот эти способы, вот эти решения, причем, как правило, практические. Поэтому называем это вебинар-практикум. Мы всегда стараемся переходить на применение тех методик и знаний, которые имеем, в практическую область. Спасибо. Спасибо большое, Юрий Николаевич. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Ну и начнем наш вебинар-практикум. Перейдем уже к практическим вещам. Но сначала небольшое вступление. Как вы видите, наше название связано со словом «хак» – «новые решения» или «хаки» с помощью обычных инструментов. То есть все мы сегодня немножечко станем такими хакерами. И вот в отношении этого слова очень часто возникают негативные эмоции, негативное восприятие. Ставится знак «равно», «хакер» – это взломщик. На самом деле это может быть немножечко не так. И мы «хаки», «хакинг» и «хакеров» рассматриваем несколько с иной точки зрения. Вот сейчас наверняка вы смотрите на слайд, который у нас на рабочем столе, и думаете, а при чем здесь топор. А топор здесь как раз очень уместен. Так как одно из старых значений слова «хакер» – это человек, который с помощью одного топора может сделать прекрасные предметы мебели. И в этом смысле преподавателям онлайн-курсов, работчикам, авторам очень часто приходится выступать в роли вот таких вот «хакеров», когда с помощью ограниченного набора инструментов, простых инструментов, которые есть в программе, нужно создавать вот такие прекрасные, замечательные курсы. А что касается взломщиков, то настоящие взломщики – это не «хакеры», это скорее «крекеры». И разновидностей их достаточно много. Есть и те, кто стремится заниматься взломом ради какой-то выгоды. Те, кто взламывают электронные счета, занимаются подделкой кредитных карточек, манипуляциями с банкоматами. И те, кто взламывает сотовые сети, мобильные телефоны, и кто просто ворует финансовую информацию, создают поддельные сайты. И разновидностей еще может быть много-много и много. И всех их обычно объединяют одним словом – называют «хакеры». Но истинный хакер, настоящий хакер – это не взломщик, как принято считать, а скорее человек, создающий. Вот у него есть стремление к познанию нового. Ему интересно знать все, если говорим о компьютерах, то ему все интересно знать о компьютерах, их системах, о системах безопасности, их унизивимости. И такой человек – это человек увлеченный. Он живет хакингом. Ну, можно сказать, такой вселенский энтузиаст, действительно. И хакинг можно рассматривать как элемент творчества. И вот если опустить привязку к компьютерным программам, то хакинг – это искусство творческого решения задач, подхода нестандартных подходов к решению сложных проблем. И хакер не всегда может быть компьютерщиком. Это просто человек, который любит интеллектуальные испытания, интеллектуальные нетривиальные задачи, где требуется большое творческое преодоление, реализация своего творческого потенциала, обход ограничений и поиск нового. И нашла я ценности настоящих хакеров. Вот мне там понравилась одна ценность. Среди хакеров принято ценить свое время и время других, не изобретать велосипед там, где этого не нужно. И в частности это способствует необходимости делиться своими достижениями, создавать свободные открытые программы. Вот в этом плане мы сегодня хакингом и займемся. Будем искать творческие решения с помощью простых обычных инструментов, создания новых элементов, новых каких-то заданий в курсе. И чтобы вам не изобретать велосипед заново, мы будем делиться с вами своими находками, своими достижениями. Поэтому сегодня мы слово хакер и хакинг не боимся, а активно им занимаемся. И здесь позвольте обратить ваше внимание на вопросы, которые мы сегодня рассмотрим. Это несколько вопросов, которые расскажут нам о различных способах использования инструментов. Первые семь хаков – это использование инструмента глоссарий. И немножечко поговорим о тестах. Вот наша программа на сегодняшний хакинг. А теперь разрешите передать слово Юрию Николаевичу. Юрий Николаевич, продолжите, пожалуйста. Юрий Николаевич, уважаемые коллеги, мы нашли такую замечательную особенность, что вот эти хаки или взломы, или улучшения оказываются очень часто, и особенно это мы увидели на опыте наших зарубежных коллег, опираются на то, что мы уже знаем. И вот на этом знании и умении чего-то готово можно создавать новое решение. Мы рассматриваем систему Moodle, но не обязательно этот пример должен быть связан только с Moodle. Это может быть любая платформа, или даже вообще ее полное отсутствие. Главное понять сам принцип, который мы называем «мягкие навыки», или «soft skills» в нашей программе. Видите, везде иностранщины, иностранные термины приходится и нам тоже не отставать, и вот эти слова применять. Вот в данном случае мы рассматриваем только первый пример для понимания смысла вот этого хакинга, вот этого улучшения на основе готовых знаний. Вот, например, элемент глоссарий. Он представляет собой некую совокупность словарных статей в электронной форме. Есть технология и в Moodle, и в других платформах. Как можно сделать этот глоссарий вообще в Верде или в ПДФ и дать студентам, дать слушателям. Это элемент, мы называем его как учебная активность. Добрый день, кто опоздал. Так вот, эта учебная активность, это не просто текст, это активность. Специально делаем акцент, потому что там можно собирать статистику, в глоссарий можно вносить собственные комментарии, можно получать за внесение словарной статьи оценки. Это учебный вид активности. Так вот, все прекрасно знают, что такое глоссарий, многие знают, как он применяется в онлайн обучении, но вдруг появляется новый блок, новая функция. Вот этот блок здесь представлен. Мы назвали его «Случайная запись из глоссария». Вначале он был на английском языке, мы перевели его, русифицировали на русском. Кому надо, мы дадим русификацию этого модуля бесплатно. Его функция то влока, что он случайным образом из какого-то заданного глоссария из записей выбирает одну единственную и показывает ее на страничке курса. Вот такая, казалось бы, полная примитивная функция. Ерунда, как бы, ничего тут такого нет. Оказывается, на основе этого блока выбора случайной функции можно найти несколько хаков сразу. Нашли их целых 7 штук. Ну не может такого быть. Давайте посмотрим. Вот результат. Пример курса Телегиной. Микрокурс. Базы знаний экспертной системы. И вот из какого-то глоссария в ее курсе появилась случайная запись под названием «Место издания». И каждый раз, когда обучаемый, ученик, студент заходит на страничку курса, вот этот блок ему случайно показывает каждый раз новую. Каждому ученику свою. И вот на основе этого блока реализуется вот эта идея хакинга. Давайте рассмотрим, как это работает. Вот на примере одного зарубежного источника я раскрою. Это мой вопрос. Хак номер один. Здесь мы видим фрагмент электронного курса по криминалистике. Есть такой предмет у одного преподавателя. И он на страничке случайным образом высвечивает некую страшную историю. В данном случае, если перевести на русский, некий преступник в 1930 году специально на горячей раскаленной плите обжег кончики своих пальцев, чтобы не дать возможность распознать его по отпечаткам пальцев, когда он узнал, что есть такой способ идентификации личности. Вот такая маленькая краткая история из какой-то газеты. Преподаватель этот захватывающий факт включил в свой курс криминалистики. Наверное, он полагает, что курс, наверное, скучноватый бывает. И он хочет его сделать более интересным, более привлекательным. Тем более, наше поколение говорят очень иметь клиповое мышление, на самом деле, просто сменился поток информации, они быстро все воспринимают, быстро запоминают и быстро отфильтровывают ненужное лишнее. Насчет запоминания сложно сказать, но вот этот момент клиповости, может быть, или игры, увлекательности здесь мы видим. Это первый такой хак. Вот уже пример из нашей практики. Татьяна Викторовна в своем курсе тоже применяет случайную запись, которая обращает внимание, вот она проанализировала, и я в этом анализе тоже участвую, она показывает мне результаты, появляется такая случайная запись. Первая библиотека на Руси была создана тогда-то. Маленький фрагмент из истории. История изложена в этом глоссаре. Вот первый хак. Привлечение внимания обучаемых интереса. И теперь можно спросить, а у вас есть ли такие варианты по вашим предметам? Например, есть ли истории по химии или по физике и так далее, и так далее. Вы можете подумать, да, действительно, вот Наталья Викторовна отмечает, тут нет ничего такого особо нового. Но я, когда провожу занятия, общаюсь с коллегами на конференциях в разных городах, я все время спрашиваю, а как вы преподаете? Они показывают, я смотрю, такого нет. В онлайн курсах, ну возьмите тоже курсеру или курсы на платформе, там, нет, вы такого не увидите. Хотя технология есть, почему бы ее не использовать, как некий элемент привлечения внимания к вашему курсу. то есть, вот уже Ирина Юрьевна вчера, точнее, говорит, что, так, Гончарова, Ирина Юрьевна, это у вас вчера был день рождения? По-моему, я не путаю. Поздравляю еще раз. Да, 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 да. Вот, то есть, она отвечает, что была такая практика и у нее какие-то истории. Они могут применяться и устно, безусловно, в оффлайне, но мы говорим про онлайн. Вот, по культуре делового общения, ну, там, где идет взаимодействие, какие-то ситуации будут полезны. Итак, это был вот такой опыт, но это был опыт без картинок, но при наличии такой картинки, в данном случае котика, оказывается, тоже можно привлекать внимание, но об этом уже расскажет. Спасибо. Да, добавление визуальности в блок случайной записи и в записи глоссария привлекает внимание еще больше и, к сожалению, вот эта вот очень хорошая особенность глоссария, когда он может содержать помимо текста еще изображение, не всегда часто используется. Добавлять визуальность очень легко, просто добавляем изображение к глоссарию. Здесь есть несколько маленьких моментов, на которые следует обращать внимание. во-первых, использовать небольшие и неширокие вытянутые изображения, ширина блока случайной записи из глоссария ограничена, а вот по высоте можно варьировать. Ширина картинок рекомендуемой где-то 200-250 пикселей, устанавливать при загрузке изображения лучше всего если берете 300-350-400 пробовала я делала изображение получается очень большое если у вас еще к этому идет текст то естественно блок увеличивается вытягивается в длину и по возможности использовать портретные изображения там где больше ну наверное больших деталей когда много мелких деталей не совсем удачно получается и у нас получается вот такое разнообразие в нашем курсе та же случайная запись из глоссария тоже какой-то интересный факт но уже снабженная картинка конечно он привлекает внимание больше но если вы предполагаете использовать записи в глоссарии с картинками и выводить их в качестве случайной записи обращайте пожалуйста внимание на остальное оформление визуальное представление вашего курса если у меня вот здесь сейчас попробую взять наверху будет красивая картинка для моего курса если у меня здесь будет еще картинка какая-то если у меня к темам будут добавлены картинки если еще иконки я какие-то свои поставлю то наверное вот эта визуализация она потеряется поэтому у меня минимализм в оформлении очень мало каких-то изображений иконок в оформлении самого курса на прошлом занятии вебинаре по логистике мы об этом говорили и показывали тоже пример одного из моих курсов где не было картинок их специально не ставлю потому что привлекаю внимание к случайной записи из глоссаря вот сюда я добавляю картинки и это тоже один из таких моментов которые следует помнить можно создавать добавлять картинку к самой случайной записи к записи в глоссарии тогда она будет выводиться сюда вот так отдельно картинка отдельно текст второй вариант можно создавать визуализацию добавляя текст на саму картинку в виде таких мемов еще в одном из моих курсов но он уже скорее для преподавателей для коллег поэтому здесь случайная запись из глоссария это какие-то сделанные в виде мемов короткие напоминания о возможностях платформы либо о необходимости готовиться к вебинару такой регламент правила стандарт что нужно сделать перед вебинаром и они тоже выводятся в случайной последовательности вот это тоже один из вариантов как может быть оформлена случайная запись как может быть добавлена визуализация и текст на картинке как вы видите очень достаточно хорошо читается эти черные тени выделяют светлый текст даже на светлом фоне он воспринимается очень хорошо и вопрос у нас уже сегодня вот такие возможности как можно добавлять визуализацию и сегодня уже касалось вопрос цитат ой это я куда-то уже перескакала поэтому возвращаясь к цитатам передаю слово Юрию Николаевичу он расскажет еще об одной возможности как можно использовать этот глоссарий нет до цитат мы еще до допросов мы еще не дошли это будет 30 слое итак мы видим что у нас Надежда Павловна Клиносова я давно вас знаю Надежда Павловна очень уважаю ваш подход и ваши взгляды и Надежда Павловна тут нам бросила зацепочку что глоссарий это я же не даром сказал в начале это вид активности за него можно получать оценки баллы дополнительно мы это сейчас обязательно проговорим так вот когда мы рассматриваем третий хак цитаты мы делаем сразу предположение что это очень мощное мощное средство привлечения внимания вот сейчас я покажу вам то что является в общем-то шуткой наш дедушка Ленин показан со специфической своей подписью но цитатой которая не является его цитатой не является его словами но вот это вот мем как есть такое понятие короткое изображение текстное изображение всегда привлекает внимание и мы обратили внимание вот особенно зарубежные коллеги на это тоже обратили внимание причем и у школьников тоже и у взрослых вот эти мемы используют тоже как случайную выборку из глоссария и показа на курсе цитаты и Татьяна Витовна сказала что очень хорошо читается белый текст с черной окантовкой на любой картинке что светлое что темное бывает мы тратим время на то чтобы сделать свет контрастным здесь вот с помощью вот этих генераторов мемов ничего преподавателю учителю делать особо не надо не надо заниматься работать в фотошопе или в каком-то графическом редакторе все очень просто выбираете картиночку вводите два или одно поле с текстом и он генерирует готовую картиночку вот эти ссылочки вот memoc.net memoc.net этот сервис веб сервис позволяет элементарно быстро только лишь фантазию какую картинку какой текст выбрать сами картинки на pixabay.com замечательные бесплатные не требующие ссылок на автора можно брать и мы вам рекомендуем вот еще из моей практики мем который высвечивается это вот мем а под ним словарная статья то есть пользователь видит картинку а под ней может получить и само описание как источники ZBS ZBS разместить в моем онлайн курсе естественно легально еще и со статистики вот у нас такой уникальный сервис есть и мы напоминаем что он есть или вот такой мем это я придумал что мы говорим а в нашем курсе можно любому преподавателю учителю точнее на нашем сайте в том числе нашим участникам можно бесплатно свой курс не просто создать его можно потом забрать бесплатно на свой сайт или привезти туда своих студентов учеников бесплатно абсолютно обучать и вот такой мем я придумал и сделал на нашем сайте это можно или вот такой мем создаются элементарно легко без всякого технического какого-то напряжения и вот теперь я хочу запустить опрос вы согласны с нашими догадками и предположениями я сейчас открою простейший опрос извините применение цитат я подготовил заранее извините сейчас я его нет не получилось у меня в этот раз запустить опрос давайте так напишите пожалуйста плюсик те которые согласны с тем что применение мемов и цитат создает дополнительный импульс интерес к обучению если не согласны напишите минус и вот посыпались плюсы и Елена Владимировна говорит это элементарно просто и это не сложно это дает эффект теперь следующий вопрос хорошо эффект дает является ли это трудоемко для преподавателя который занят у которого нет времени еще надо и семьей заниматься или это трудоемко и сложно на ваш взгляд если это не трудоемко тоже напишите плюс вам нравится трудоемкость если вам не нравится вы считаете это тяжело это дополнительная неоплачиваемая работа напишите знак минус ну вот надо попробовать отмечая справедливо Людмила Сергеевна в том то и дело что это не трудоемко и привлекательно как да теперь научиться вот научиться или на Юрина справедливо отвечает научиться 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 не сложно мы ссылочки то дали там обучаться методом тыка просто открыть ссылочку ввести картинку и текст даже самоучкой но две минуты две минуты и все вся учеба эту картиночку сохранить тоже наверное все умеют работать с файлами а предлагают ее сохранить замечательно так для целого учебного курса все равно необходимо время для подготовки вот правильно отмечает Наталья Владимировна Татьяна Викторовна отметит Наталью Викторовну за справедливый вопрос сколько товарных статей нужно вот например я в глоссарии если по экономике вот курс читать для студентов не экономические специальности для педагогов там у меня глоссарий составляет ну около ста терминов около ста терминов но у меня есть педагогическая хитрость я об этом говорил год назад на конференции я им студентам предлагаю выполнить домашнее задание на создание словарной статьи в глоссарии и они за это получают баллы и они мне помогают они себе помогают и следующий мой шаг на основе этого глоссария создаю им кроссворды еще один хак о котором я тоже говорил вот сейчас напоминаю а еще на основе этих созданных терминов можно создать случайную выборку где они видят причем видят не просто словарную статью но и кто ее записал и он видит что это он работал а это другой студент вот из ничего получаются новые эффекты отлично отлично что касается мемов ну я думаю для моего курса экономики достаточно 15 цитат не надо там все менять а дальше мы скажем что еще можно по разным типам их менять итак наши мнения с нашими совпали я переживал что у нас не получится совпадение что нам тогда делать но оказывается у нас все получилось этот опрос мы выполнили а теперь переходим включаем да цитаты достаточно часто используем в качестве таких случайных записей картинки но есть еще несколько хаков несколько приемов которые позволяют этот блок подать по-новому увидеть может быть по-новому вот мне понравилась идея с созданием фильмотеки или фильмов тоже один из интересных вариантов применения глоссария зарубежные коллеги например рекомендуют использовать уже готовые киноплакаты фильмов или телевизионных каких-то записей чтобы давать информацию студентам о дополнительном материале по теме я помню как на занятиях по психологии наш преподаватель каждой теме любила предлагать нам такой ряд фильмов которые в том числе художественных для просмотра анализа как дополнительные источники для получения информации либо для подготовки к семинарам вот подобный же вариант можно использовать и в блоке случайной записи из глоссария создавать глоссарий такую фильмотеку но мне несколько показалось это упрощенный вариант ну посмотрели афишу фильма ну 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 и все попробовала немножечко его улучшить попробовать дать гиперссылку словарную статью в глоссарии не картинку а на какой-то видеофильм ну вот с канала National Geographic прекрасно встает то есть мы можем создавать не просто набор каких-то рекламных плакатов фильмов а сами фильмы уже вставлять в качестве случайной записи вот в своем курсе по тайм-менеджменту я вот этот прием вот этот хак использую причем можно вставлять также аннотацию о чем этот фильм только очень коротенько не раскрывать все секреты чтобы было желание посмотреть и вот второй да что ж такое там и второй пример это краткий ролик тоже по теме нашего курса несколько простых правил и принципов организации своего отдыха от Глеба Архангельского все взято с ютюба вставляется гиперссылкой и самое прелестное наверное в этом хаке что работают они прямо отсюда никуда переходить не нужно нажимаем на кнопочку пуск и фильм запускается прямо здесь же то есть со страницы курса никуда уходить не нужно второе что привлекает внимание не только студентов но и преподавателей это то что размер вот этого окна в котором выводится фильм размер экрана он ровно такой как определена ширина блок случайной записи если вставляется фильм гиперссылкой в словарную статью в глоссарии там он на весь экран большое представление то здесь он не увеличивается то есть курса мы никуда не уходим со страницы остаемся здесь же и у нас по ширине вот такой небольшой экранчик причем в случайной записи можно управлять порядком появления записи в блоке например вот здесь у меня установлена последняя новая запись последняя измененная запись и управлять возможностью редактирования и пополнения записей студентами вот то о чем говорил Юрий Николаевич значительно снижает трудоемкость преподавателя если мы хотим получать каждый раз новые фрагменты то пожалуйста студент я открываю разрешение вносить свои записи в эту фильмотеку вот студент внес свою запись она появилась случайно в блоке все ее посмотрели захотелось продолжение сериала другой студент вносит свой фрагмент да есть гиперссылочка добавить прямо отсюда в нужный глоссарий запись поменялась хотите разнообразия создавайте новые записи давайте его делать сообщим по поводу использования фильмотеки вот если вы хотите вставлять записи на какие-то видеофрагменты в сам глоссарий и в случайную запись лучше вставлять коротенькие видеофрагменты так чтобы студент не уходил это привлекало его внимание но не уводило его из курса 3-4 минуты это вполне нормально 5 минут а большие фильмы наверное все-таки лучше выводить с помощью вот того способа который рекомендует зарубежные коллеги вставлять плакаты изображения ну и идей для этого хака может быть достаточно много возможности и вариант здесь безграничны можете придумывать и использовать этот прием сами в своих курсах попробовать он достаточно легкий и достаточно простой в технической реализации есть еще один прием мне мне очень нравится активность наших коллег я все-таки немножко вернусь назад по поводу тут вопроса прозвучало сразу хочу на них и ответить по поводу засорения базы данных в Moodle или другой платформе уважаемые коллеги если это ссылка на YouTube то запись в базе данных составляет даже не килобайты а байты это текстовые символы записи базы данных то есть это микро-микро даже какая-то нанонагрузка на Moodle мы же сейчас сталкиваемся с совершенно уникальным процессом открытия источников открывается и фильмов фонд СССР и другие библиотеки мира в свободном доступе и различные диссертации открываются в свободном доступе что еще напомните ну по крайней мере то что в YouTube очень полно но имеет всегда лицензию Common Creative Common можно использовать свободно вы же не присваиваете себе авторство на этот фильм вы даете ссылку это нормально что касается второго вы не закачиваете сам фильм на свой сервер вот о чем речь что касается вопроса по защите авторских прав да вот и яролаж нарезки все это бесплатно тут главное искусство составителя курса его талант или талант студентов подобрать то что действительно соответствует назначению курса то есть из этой информационной кучи или мусорки выбрать какие-то бриллианты какие-то крупицы по вашей теме в этом наша с вами работа мы не обязаны создавать все сами с нуля а вот составить и дать самые изюмики вот это наш талант что касается авторских прав здесь никаких проблем нет если вы а не присваиваете это произведение себе б если вы используете его в учебных целях у нас была такая публикация консультация юристов там есть оговорки для именно про учебные цели ну и в третьих обычно наши курсы все закрыты вот если это мудо это же не массовые открытые курсы тут закрыто и тут нас уличить в каком-то пиратстве очень сложно есть вероятность но очень сложно вот если вы делаете открытые массовые онлайн курсы но таких я знаю мало людей вот тут надо конечно обратить внимание и посмотреть что вы используете там риск может быть хотя еще раз если это youtube или какая-то какая-то репродукция никакого риска здесь нету теперь прихожу да и еще хочу хочу тоже сказать что вот мне нравится то что вот то что так где где стрелочка не вижу не вижу стрелочки то что вот эта маленькая картинка она здесь фиксированная на страничке курса а вот спасибо татьяна вот она здесь всегда 250 пикселей 250 пикселей а когда вы откроете глоссарий с этой же видео она будет там по весь экран точнее по ширине экрана распахнется то есть вот этот блок автоматически регулирует размер вашего ролика до нужного размера да тем более нам не надо думать про длинные ролики теперь следующий хак знакомство со студентами мы знаем такой способ в классе мы все знакомимся с первого класса мы знаем друг друга в онлайн обучении мы применяем онлайн знакомство где каждый как-то рассказывает о себе своих интересах в том числе среди слушателей курса повышения квалификации а тут новый хак мы предлагаем рассказать о себе студенту слушателю в глоссарии и каждый день система каждому студенту случайным образом показывает студента дня вот у нас Василий Иванович Сидоров к примеру вот его фотография вот его увлечение это студент дня заходишь в этот же курс через какое-то время позже видишь другой студент студент меняется как вы думаете что что может этот способ создать вот мы увидели такую практику за рубежом заинтересовались и подумали а что еще такое может быть причем вы знаете студенты могут вообще не ходить на занятия но заболел человек например какое-то время выпал или уехал на уехал в то место где нет интернета он не должен пропадать он тоже здесь просто временно его нет вот что еще мы сегодня такие версии предполагали возможно они вам понравятся тоже так сидели хакингом занимались и придумали такой вариант студент получает задания все студенты получают задания в своей записи девиз писать главную задачу дня и чтобы обратить внимание студент дня со своей главной задачей появляется именно сегодня вот в этом курсе а может быть это задача не дня а задача недели и все знают что вот этот Василий у него задача вот он про себя рассказал у него задача исследовать там какое-то издание такую-то тему и все а у то другого другая тема если надо других посмотреть все эти темы или задачи дня видны то есть у нас появлялись такие идеи возможно они у Вас появятся более того я вижу что многие коллеги уже подключились к хакингу и сами предлагают то что мы не ожидали это здорово Ваши варианты можете предложить формирование рабочих мини групп с распределением задач мы предполагали Елена Анатольевна эту точнее Татьяна Витлевна предполагала такую версию но я сказал что это невозможно для этого есть другой специальный инструмент где студент или сам выбирает себе проектную группу или мудл или другая платформа случайным образом распределяет его в какую-то из этих групп глоссарий этого не сделает но ход Ваших мыслей мне понятен то о чем вы говорите мне нравится Елена Анатольевна вот этот блок не сделает для этого есть другой модуль не блок а модуль работы с группами неохотно создают мини-биографию да вот Сергей Александрович у них даже слишком много выстроено на всеобщее обозрение тут мы говорим так что за размещение за каждое действие студент должен получить некое поощрение разместил о себе биографию тоже какой-то бонус или значочек получишь официальный участник если ты ответил про себя все что надо рассказал фотографию разместил за эти все действия пусть даже небольшие должна быть система мотивации поощрения тогда она будет работать иначе конечно им это скучно им это не нужно каким образом организуется так кто это размещает если речь идет Альбина Ильевна кто размещает свои мини-биографии каждый обучаемый сам размещает просто мы методически этот элемент обозначаем место для знакомства они входят а это кажется глоссарий они заполняют только одну единственную запись в этом глоссарии на самом деле это получается уже некая упорядоченная совокупность записей в алфавитном порядке с указанием времени и даты еще и оценки если вы еще за глоссарий будете им оценку выставлять естественно им выгодно о себе рассказать они сами по себе рассказывают Ирина Александровна да общение да педагогика социального конструкционизма название модуля для работы с группами Ирина Николаевна хороший вопрос попытаюсь вспомнить как он звучал по-английски по-моему так и называется groups как он у меня в переводе на русском сейчас не помню это модуль отличаете да блоки и модули это разные вещи это модуль сразу так и не вспомню но принцип уловили если хотите мы отдельно как-нибудь об этом поговорим спишемся или приходите на наш курс это Татьяна Викторовна запоминайте кто спрашивает кому надо дать бесплатное посещение нашего модуля есть студенты которые принципиально не хотят да да уважаемые коллеги есть это малолетние дети например США по-моему до 12 лет в школах школы говорят мы подписываем сами родители договор что мы не создаем учетные записи не присваиваем имейлы не используем ничего если вы хотите подпишитесь используйте сами мы не отвечаем школы боятся нести ответственность за страшные вещи которые происходят в соцсетях да это малолетние если так говорить про взрослых про уже совершеннолетних студентов там чуть-чуть другая специфика там их уже не остановишь поэтому мы знаем что там уже идет поэтому мы говорим как сделать так чтобы им этому поколению было интересно и понятно для чего они рассказывают о себе вот эти детали надо проговаривать отдельно в каждом случае мы же не знаем кто сейчас работает с дошкольниками среди вас поэтому мы приглашаем наш модуль вот там надо индивидуально все это отрабатывать тут нет индивидуального рецепта что делать только так всем да смотрите конечно конечно Евгений Борисович но мы это пока пытаемся хакнуть на уровне технологии то что вы пишете про методику про психологию детскую педагогику это все безусловно надо учитывать но в рамках отдельной задачи вот пожалуй про студент дня показывать нечего ну понятно что фотография и текст про этого студента мы не стали ничего показывать принимаю эстафету шестой хак книжный клуб да или книжная полка принцип тот же самый случайная запись из глоссария только выводим изображение обложек книг для дополнительного чтения можно делать это просто обложкой книги можно делать с краткой аннотацией вот книги по курсу тайм-менеджмента я вывожу с краткой аннотацией и дополнительная литература она не где-то там в списке сокрыта в недрах курса она периодически напоминает о себе студентам что еще хорошо бы или нужно прочитать по нашему курсу и каждый раз при смене при обновлении страницы случайная запись из глоссария меняется на основании этого элемента можно сделать также например задание для студентов вот в рамках изучения одного из наших курсов мы проходим вопросы библиографии библиографических описаний в том числе знакомимся с различными видами библиографии вот один из видов рекомендательной библиографии мы со студентами отрабатываем то есть я делаю вот такой глоссарий куда вставляю несколько книг по теме курса не все и делаю гиперссылку студенты должны пополнить этот глоссарий двумя своими рекомендациями образец у них есть осталось только пополнить список нашей дополнительной литературы два плюса первый они должны познакомиться сами сначала с этими источниками прежде чем рекомендовать их другим и второе учимся составлять краткое аналитическое описание на источники с которыми работаем при дальнейшей работе над курсовыми дипломными проектами это пригождается при составлении обзорного списка источников и включении их в свои работы поощряется этот вид деятельности то есть это учебная деятельность поощряется баллами поэтому заинтересованность есть но иногда один из последних раз у меня было что студенты даже получив оценки все равно продолжали вносить туда записи а потому что интересно а книжка интересная попалась захотелось поделиться интерес есть интерес к дополнительной литературе можно вызывать и таким образом следующий элемент следующий хак по работе я тут чуть-чуть увлекся сборкой вопросов вообще коллеги такие вопросы пошли наверное я лучше сразу на них отвечу чтобы потом не потерять логику калинин александр авиниров спрашивает переведенные вами модули доступны да доступны но они находятся уважаемые коллеги у меня на сайте это неправильно их надо где-то выкладывать через библиотеку мудл но там надо какую-то регистрацию получить одобрение от группы переводчиков я как-то пробовал не получилось поэтому обращайтесь Елисеева Елена Владимировна элемент могут потом использовать для вставки портфолио по дисциплине хороший вопрос Елена Владимировна кстати Минобор не отменил этот пункт он правда плохо развивается в отношении портфолио в составе ЭИОС и в этом портфолио конечно есть разные взгляды на его состав но биография студента его рассказ о себе это ну как как без этого пункта он должен быть чтобы будущий работодатель видел пожалуйста очень хороший ответ и вопрос и ответ вот Елены Владимировны Елисеевой Людмила Анатольевна дорогая я рад вас видеть что вы вспомнили название этого модуля он называется Choice Group он не один там еще какой-то есть просто я сейчас мы не готовили этот вопрос но можем вспомнить отдельно кому интересно в нашем модуле рассказать Людмила Анатольевна эксперт по моду много лет ее знаю замечательный специалист в сфере электронного образования Альбина Анатольевна один год одни другой другие глоссарий надо все время чистить если это глоссарий который вы составили например фирмотека цитаты естественно его чистить не надо если это студенты запись биографии студентов и какие-то домашние задания в глоссарии то естественно я бы да тут наверное надо его менять но я другую практику делаю никогда не чищу не удаляю все курсы оставляю целенькими не понимаю почему вы их чистите многие чистят все пропадает вся история нет вот этот курс остается они же могут прийти что-то повторить что-то вспомнить им это приятно я всегда делаю уклон на новый следующий семестр вот там уже все вычищено вот это мой ответ Екатерина Борисовна есть ли возможность конечно гиперсилка на саму книгу как же без нее обязательно а вот Сергей Александрович дорогой модуль для магистранта ввел что такое ФМ бы не знаю пробовал сам ключи ДО не понял вопроса Герен Александрович надо или перефразировать или отдельно пообщаться это что касается вопросов которые я заметил попробую ответить еще чуть позже теперь хак про биографии про известных студентов про известных личностей в вашем онлайн курсе для студентов но вот известные люди наверное усилят авторитетность вашего курса который преподаете если там такие будут вот на примере Татьяны Викторовны вот с фотографией биография по тайм менеджменту наверное украсит оживит ведь курсы это все таки скучная вещь а тут некая игра все время что-то новое появляется без нашего участия очень хорошо и так мы можем подвести некие итоги только по одному элементу глоссарий только один элемент нам дал семь хаков а то и больше новых возможностей удивительных которые мы играючи с вами разобрали вариантов безграничны разные глоссарии в разное время и как вид учебного задания это мы рассмотрели но это еще не все возможно у вас какие-то еще будут предложения вопросы Дмитрий Иванович ставит очень психологически тонкий вопрос мало нуждается в авторитетах и биографиях можно ли их заменить мой младший сын фанат группы Рамштайн это я вот сейчас думаю чтобы что бы такого как хотя он работает уже в банке специалист лидер по своей специальности по России но по прежнему увлекается рок музыкой у него уже двое детей у меня двое внука я думаю что вот этих рок идолов поп звезд и какие-то цитаты но конечно грамотно подобранные продуманные можно было бы и здесь применять или с каких-то кинофильмов это версия но это уже психологии обучения клоны да 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 отлично отлично для Владимира да вот эти биографии ну если это предмет химия то конечно рок звезд туда наверное вряд ли можно ставить а если это ну допустим из социологии предмет или для школьников ну там общество знания может какая-то там ситуация из жизни была бы интересна или цитата ну как же без цитата мне трудно ответить на ваш вопрос про поколение Z что им можно читать цитаты предлагать чем можно заменить тут надо говорить предметно вот если мы с Дмитрием Ивановичем посидели бы отдельно 5 минут я бы узнал а какой предмет ведет я бы сразу ему подсказал а вот я рекомендую вот этого взять в качестве источника цитаты то есть все это индивидуально да и некоторые еще и звездные вузы заканчивали методика преподавания чьи цитаты взять ну например где-то сделать скопление по методике преподавания вот какой-то рокер или какая-то поп-дива рассказала как она обучалась чему-то той же музыке а может быть не музыке и ее мнение которое украшает вашу некую позицию важности какого-то приема в обучении это я фантазирую и в химии ну например в пиохимии менделеев был рок-звездой в свое время нет но он был популярная личность у него были интересные случаи вот отлично пошел креатив пошел хакинг пошло обмен мнениями жалко что вы не можете взять микрофон и поговорить а теперь я вижу что вы ответили на вопрос но переходим к следующей кроме к следующему и здесь я передам слово Татьяне Виталье она раскроет новую тему новую загадку новую если про голосарий поговорили еще один из инструментов часто используемые в наших курсах это тесты и у меня давно была такая идея как бы сделать тест чтобы какой-то справочный материал или теоретическая небольшая информация оставалась бы на странице и на этой же странице были вопросы к этому тексту но вот идея возникла из одного из популярных форматов книг такое короткое чтение небольшой фрагмент текста после которого идет несколько вопросов на понимание прочитанного то есть есть параграф какой-то несколько параграфов а под ними 2-3 вопроса в свое время когда я писала учебные посуды по тайм-менеджменту для учащихся колледжа примерно вот такой же формат и применяла небольшой короткий текст потом идет вопрос либо тестовый либо на обсуждение какой-то проблемный и идет дальше текст и формат у студентов очень хорошо пошел я вот все думала а как бы это вот сделать в модуле так чтобы не перескакивать из элемента на элемент не открывать лишние страницы а вот сделать бы еще и еще чтобы там оценка выставлялась да конечно можно с помощью элемента лекции но мне почему-то подумалось как бы это сделать в формате теста или вот например тоже часто используемый формат в книгах небольшой текст и вопросы как это можно реализовать в модуле оказалось очень легко и просто всего 4 шага первый шаг как обычно делаем тест задаем те параметры которые нам нужны в зависимости от нашего замысла от замысла нашего курса вот у меня таких тестов несколько например в теме планирования и конспект лекции фактически это конспект лекции с оценкой и с вопросами второй шаг мы нужно же напомнить эти тесты откуда мы берем вопросы из банка вопросов поэтому в банке вопросов мы просто создаем выбираем вопрос описание добавляем его в наш банк вопросов и вот у нас уже готовый кусочек текста вставляем туда нужный текст вот у нас уже готово вопрос описания это по сути не вопрос требующий ответа а что-то вроде элемента пояснения который у нас есть в курсе только сюда мы можем вставлять например какой-то теоретический материал или пояснение к вопросам и шаг третий к этому тексту к этому описанию создаем вопросы здесь нужно обратить внимание что все вопросы описания они собираются кучкой они собираться здесь наверху отдельным списком идут и все вопросы к этим описаниям они идут общий общим списком ниже как не запутаться если много тем если много таких тестов если много вопросов здесь на помощь приходит такое понятие как категория в банке вопросов просто задаю категории и вот в курсе тайм-менеджмент у меня есть несколько категорий одна из которых это планирование она совпадает с темой и вот они все описания и все вопросы к этим описаниям они структурируются выделяются очень удобно формировать после этого а дальше просто собираем наш тест в режиме редактирования нужные описания нужные вопросы и вот у нас получается текст наверху и вопросы к нему идут ниже в самом тесте видите очень удобно тоже есть такая вещь как разделение по страницам отдельная страница это один пояснение описания содержащие текстовую информацию и два вопроса к нему следующая страница это следующий кусочек информации и два вопроса к нему квантовать очень удобно небольшими порциями выдается текст раз уж про поколение Z начали говорить и тут же вопросы к этому тексту но для того чтобы у нас вот так по страницам происходила разбивка внутри самого теста вот этот параметр нужно задать еще на первом шаге когда мы настраиваем тест в настройках это можно сделать и еще есть один маленький нюанс количество вопросов должно быть одинаковое то есть у меня стоит задано три вопроса один из которых это описание и два вопроса к нему вот этот важный момент который нужно помнить в результате мы получаем вот такой вот результат есть текст есть два вопроса к нему к следующей странице можно перейти только после того как ответишь на вопросы к этому тексту ответила молодец открываем следующая страница опять текст два вопроса к нему и вот такое постепенное прохождение это можно сделать и в виде игры да то есть такой почти квест получается причем здесь есть возможность вставлять рисунки не обязательно текстовую информацию то есть можно еще поработать и сделать из этого теста хороший такой квест с прохождением уровней с баллами с набираемыми очками и с наградами по пути ну и все вот вот наш квест такой небольшой квест по конспекту по теме планирования для подготовки к зачету он готов заодно они отвечая на эти вопросы тренируются к сдаче зачета конечно вопросы будут не те же самые но как тренажер это хороший тоже вариант где это может быть использовано и в качестве тренажера либо давать задания на понимание небольших фрагментов текста например в литературе или при изучении иностранного языка конспект лекции можно краткий конспект лекции можно таким же образом создавать ну и превратить это постепенно в квест с прохождением отдельных уровней ну и свои варианты для использования данного хака можно придумать еще наверное не один итак коллеги на этой счастливой ноте с тестом квестом я заканчиваю передаю слово Юрию Николаевичу про тесты у нас еще не все и на мне понравилась целая серия классных вопросов вообще сегодня удивительный день такие интересные вопросы от интереснейших людей Елена Николаевна спрашивает и сама же пытается найти ответ и находит правильно в чем отличие использования именно теста от элемента лекции вы вспомните трудоемкость лекции их создать гораздо сложнее вот по моим оценкам да и многих спрашиваю трудоемкость работы с лекцией в которой присутствуют тесты ну где-то в пять раз выше чем вот то что рассказала Татьяна Викторовна с тестом гораздо проще работать поле описания под ним варианты плюс вы сами говорите правильно типы вопросов Елена Николаевна в лекции в элементе лекции они минимальные мизерные вот это тоже серьезное например на перетаскивание drag and drop выбери правильное место на картинке то есть интерактивные вот эти элементы в лекции очень тяжело реализовать можно но очень тяжело вопрос Ирины Анатольевны связан про мусор в тестах да 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 вот элемент комментариев вот этой обратной связи чуть ли не боты вот эти роботы которые разговаривают с человеком в тестах очень благодаря комментариям очень хорошо сделать правильно Ирина Анатольевна вот эта индивидуальная связь пусть даже автоматизирована но это же мы придумывали как авторы это же не робот придумал а человек эти комментарии к тестовым заданиям Людмила Анатольевна формировать произвольно вот тут я не совсем ловил да насчет 3 плюс мы например не спешим нам очень тяжело переходить но мы планируем там конечно возможности больше но пока мы работаем в 2.8 некоторые еще на 1.9 сидят на стареньких версиях и у них все работает произвольно тут тут пожалуй мы уже можем про бот и в будущем скоро заговорить Людмила Анатольевна мне нравится ваш вопрос Ирина Анатольевна опять комментирует Керия не перед тестом а после свою а ну это точка зрения да можно давать в комментариях что угодно там целую лекцию можно разместить это хороший вариант Ирина Владимировна Елисеева да-да-да интерактив интерактив правильно Ирина Альбина Наилевна тут уже пошла дискуссия между коллегами с тестом легче вот Елена Владимировна соглашает я с ней согласен она со мной там гораздо у нас же главное это время нам не платят особо много за наши затраты с этими технологиями нам надо сделать и быстро и качественно то есть вот этот хакинг поиск решений такие тесты да-да Наталья Викторовна согласен перехожу наконец вот этим 30 советам которые мы обещали хотя по времени у нас уже пора подводить итоги я просто скажу коллеги что вы все можете скачать вот эти 30 советов вот колонка совет это то что мы собрали в интернете и разместили колонка хак это то что мы дополняем уже от своего как автора авторы что можно сделать для выполнения этого совета вы можете сами посмотреть например я согласен избегайте вопросы с подковыркой не надо путать студентов некоторые придумывают такие вопросы ну явно такого не может быть надеюсь что они узнают вот не рекомендуют зарубежные коллеги я тебе добавляю что надо знать методы анализа тестирования включая оценку средневой дисперсии почему я эту примитивную вещь пишу называю хаком потому что знаю что многие преподаватели не смотрят на анализ тестирования так подробно как это дает моду или другая платформа благодаря вот этим методам статистического анализа можно сразу увидеть какие у вас вопросы безумно нелогичные студенты его не понимают они ваша подковырка не сработала такое бывает и вот методы анализа они сразу позволяют понять вот почему эта часть заданий выполняется большинством успешно дисперсия вот этот разброс туда-сюда ни рыба ни мясо небольшой а есть вопросы где студенты шарахаются не могут понять такого не должно быть и вот этот вот хак заложен он имеется просто надо им пользоваться это не надо на это тратить время и деньги это просто видно методы анализа там все подсчитано дисперсия видна вот пожалуй я какой вес тестов в изложении лекции не понял ну у нас традиционно лекцион есть предмет где вообще нету лекции вы знаете например иностранный язык изучается два-три семестра а там все практика поэтому тут трудно дать ответ на вопрос или если я правильно понял вопрос у Инны Федоровны Ирина Владимировна интерактивная да 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 это я уже это я уже видел вот различные вот эти хаки я их уже не буду перечитывать посмотрите самостоятельно скачайте нашу презентацию в PDF файлов и задайте вопрос а сейчас я это прокручиваю даже не комментирую читать все умеют сами посмотрите вот наши обещанных эти 30 хаков мы и советов и хаков вам предоставляем берите пользуйтесь подводим некие общие выводы частные мы не сможем подвести потому что они у каждого будут свои разные предметы разные школы и так далее качество обучения это потенциал который спит вот мы обладаем массой талантов но они спят и этот хакинг доступен каждому можно об этом долго говорить но нас будет всегда интересовать эффект и эффект мы чаще всего говорим в росте успеваемости в росте научных публикаций в росте каких-то конкретных показателей уважаемые коллеги вот я слушаю когда говорят теоретики да и так далее но когда мы говорим о практике онлайн обучения тут нужен только практический рациональный подход освоили метод прекрасно он нравится вам с теоретической точки зрения найдите практическое его воплощение чтобы он дал прирост это всего лишь мягкие навыки которых мы не увидим ни в педвузах ни где-то еще это то что получается вот из уст в уста в различных курсах практиках и такой курс мы предлагаем всем желающим открыто бесплатно вы можете посмотреть вот это занятие бесплатно как мы это там мы выкладываем различные материалы кстати посмотреть ну а если вы нуждаетесь в индивидуальном подходе получить твердые навыки где мы вам можем их помочь вот по вашим предметам для вашего случая может быть даже вообще вне образовательной организации вот ну решение ХАКС ссылочка есть куда вы можете записаться и получить сертификат за новые компетенции я благодарю всех участников всех коллег а теперь нам надо осталось найти победителя это вопрос крайне тяжелый и я вынужден обратиться к Татьяне Викторовне что и подсказывает ее статистика что вы видите Татьяна Викторовна я вот написал Татьяне Викторовне сообщение индивидуально не знаю как она на него среагирует возможно надо еще кого-то поощрить кроме моей кандидатуры Ох Юрий Николаевич наиболее активных участников у нас несколько получилось это Ирина Александровна Вдовина это Ирина Анатольевна Дубинина Наталья Викторовна Хохлова и Елена Владимировна Елисеева надеюсь правильно я всех назвала никого не перепутала и очень интересный вопрос очень активное обсуждение делились своим опытом это было здорово и Александр да а нет все все да вот у меня четыре четыре получилось участника с наивысшей степенью активности ну вот вот нужно нужно ваше решение Юрий Николаевич как будем поощрять наиболее активных так Вдовина Хохлова Елисеева Дубинина успел записать а четвертого Дубинина так так отлично я думаю но при такой активности конечно надо не жалеть и побольше выручить призов и еще у меня есть предложение вот в связи вот с Людмилой Анатольевной Татарниковой ее пригласить в особую группу экспертов в наш курс ну может быть не экспертов а консультантов экспертов мы еще придумаем это почетное название и приглашаем вас Людмила Анатольевна принять наше приглашение в качестве вот такого участника этого курса и я одобряю всех вот этих названных кандидатов мы предлагаем зарегистрироваться на нашем сайте это абсолютно кто не зарегистрируется абсолютно свободная регистрация вот на этом сайте и название курса вот эти новые решения ХАКС нужно или получить призовое зачисление от нас или посмотреть в качестве гостя бесплатно или получить платную консультационную услугу вот я даю еще раз ссылочки и на этом мы начнем подводить уже финал пойдем к финалу вот ссылочка день учителя 5 октября не забудем Сергей Анатольевич так я все коллеги если у кого-то еще вопрос остался неотвеченный прошу повторить мы ответим с удовольствием Татьяна Викторовна я передаю вам заключительное предзаключительное закрывать все-таки вам Юрий Николаевич уважаемые коллеги большое спасибо всем кто сегодня принял участие в нашем вебинаре конечно все рассмотреть мы не успели хаков достаточно много но самые основные моменты интересного использования обычных инструментов мы постарались сегодня вам дать очень хорошо что была обратная связь самое главное не бойтесь экспериментировать но помните что у каждого хака у каждой возможности есть свои плюсы есть свои минусы мы сегодня с вами поговорили больше о плюсах если вдруг будете сталкиваться с минусами либо какими-то трудностями пожалуйста не бойтесь обращайтесь к нам за помощью и поддержкой мы ее всегда рады вам оказать и пожалуйста вот наш курс новые решения с помощью обычных инструментов можно приходить туда и какие-то нюансы мы можем разбирать уже там возможно на ваших конкретных примерах ваших курсов а мы всегда рядом готовы вам помогать большое всем спасибо за сегодняшнюю встречу дорогие друзья всего доброго до следующих встреч я выключаю запись нам очень было с вами хорошо лучше до свидания до свидания Продолжение следует...